приветствую вас друзья с вами варчик нашел старое интервью четырех месячной давности где вспышка с разработчиком беседуют по поводу игры задают вопросики дают ответики так вот в одном из прошлых видео про ответы разработчиков там было что-то про лампочку непонятное так вот в этом интервью разработчик отметил что недавние изменения в лампочке засвета были довольно плохо объяснены аудитории поэтому осталось так много вопросов почему и зачем это было сделано у нас этих вопросов точно не осталось поскольку какие-то ответы они уже были в какой-то статье и там просто объясняется как по-новому работает лампочка которая всегда горит когда ты светишься также тут написано что прошлые упрощения в игре были изменения в механиках расходников малые аптечки теперь даже все чинят все лечат ремки огнетушители работают на все модули или автоматически как случае с тушением пожара изменения засвета еще больше упрощает игру танкистам совершенно не нужно думать по ходу боя и задачей останется только стрелять вот оно что оказывается танкисты так устали думать они же так много думали то что игру еще сильнее сделали казуальной чтобы они не дай бог не начали во время боя думать мнение игроков на этот счет расходится кто-то говорит что бои будут еще больше скатываться к стоялову в кустах кто-то наоборот считает что это добавит динамики боям мы же можем сказать точно что такое упрощение на руку игрокам которые любят игру за ее простоту и возможность в пятницу вечером зарубиться под пенным те же кто хочет выигрывать за счет мышления в этом случае еще больше сравнивается по скилу с обычными работягами это не какая-то официальная статья от разработчиков лесты это на каком-то там сайте видимо кто-то свое мнение написал разработчики бы не допустили в статье чтобы танкистов называли работягами и что они якобы там играют под какие-то напитки и так далее но в целом хоть называет а хоть не называя но так в принципе есть же разве нет игра стала казуальнее вот мы в принципе разобрались с вопросиком про лампочку который недавно был стало немножко яснее чтобы танкисты не напрягались лишний раз а то перенапрягались но я вообще эту статью искал для другого операционному директору также не нравится последний аукцион нужный фактор ожидания не был создан хотя в планах стояла вызвать эмоции у игроков вокруг данной активности это он сначала говорит что ему не понравился конструкторское бюро на су-122 в после чего они решили еще испортить гидропневоподвеску чтобы точно не понравилось и после этого вот еще комментарий про аукцион и все это я рассказываю к тому что такая вот большая подводка к новости про аукцион 27 28 сентября вперед на аукцион теперь-то точно создадут нужный фактор ожидания и эмоции вызовут тоже поскольку у нас 27 сентября будет разыграно 5056 т.п. это польский тяжелый танк 8 уровня премиумный за серебро а 28 сентября сможем побороться за один из 5000 чиф т.д. 95 ночью как с эмоциями нужный фактор ожидания появился ждете ну скажите что ждете 27 28 число как можно не ждать вот эти вот два красавца давайте по статистике посмотрим где же они находятся листаем сверху от самых сильных танчиков самый низ листаем листаем и где-то немножко ниже середины находим 56 т.п. с планкой на 3 отметки в 2 500 а еще немножко ниже где планка даже не дотягивает до 2 500 находится чиф т.н. 95 этих танчиков всего лишь будет по 5000 это конечно больше чем в прошлых аукционах где умудрялись на аукционах разыгрывать аж там по одной тысячи танков вот это да вроде чё-то разыграли вроде аукцион был а что такое 1000 этаж капля в море на весь онлайн такой большой игры тут вот в пять раз больше 5000 в один день и 5000 во второй это же обалдеть но кажется что танков в пять раз больше но в целом 5000 это тоже немного но уже какой-то прирост есть это хорошо на этом аукционе будет видно конкурентную ставку которая показывает середину ставок стартовая цена 500 тысяч серебра шаг ставки составляет 100 тысяч серебра стартуют торги в 1500 мск прием ставок завершается 2100 мск с 2100 по 2359 ставки будут обработаны победители определены 5000 участников которые поставят самые большие суммы серебра получат свои танчики танки будут начислять с нуля часов до 8 утра в аукционе можно будет принять участие в игре и также на сайте что-то я вот смотрю на аукцион и атлесты они какие-то прям пресные почему-то что-то вот вообще не никакущие реально вот никакого не ожидания и интереса они не вызывают поскольку тут даже тем у кого почти нет танков но много серебра особо заняться нечем поскольку танков обычно выкатывают так мало что даже те у кого много серебра они все равно рады не будут поскольку спрос намного выше чем количество товара то цена будет очень завышенной и те кто возьмут будет недовольны поскольку они возьмут очень дорого поскольку танчиков очень мало и те кто не будут участвовать тоже особо довольно не будут поскольку ничего интересного тут нет как можно тут получить какие-то факторы ожиданий или правильные эмоции или еще что-то тут же просто пресная фигня неинтересная ничего нового нет очень много аукционов где просто старье сюда новинок никаких не завозят поэтому никакого ажиотажа не будет среди тех у кого много танков она им не интересно но им не надо и даже у кого нету этих танков есть возможность взять за кучу серебра они тоже будут довольны очень сильно с натяжкой и количество танков в рандоме вот таких вот их не особо то и не увеличится эта капля в море и большинство кто их возьмет играть на них не будет они очень слабые и в нынешнем рандоме играются крайне плохо это при том что т-95 чифты недавно апнули а он находится просто на днище это к слову о том как там происходит ребаланс танков танчик только после апа он даже до середины не добрался а со временем у нас еще будут ребалансы еще кучу танков на апают и этот чифтейн спустится еще ниже его как не было в рандоме так и не будет и даже те кто его купят никто на нем играть не будет 56 тп в принципе почти то же самое там чуточку состояния получше только за счет того что там есть какая-никакая башня без огромного якоря на башне как у т-95 чифтейна и какая-никакая есть альфа только поэтому там циферки чуть чуть лучше ну и потому что сейчас в коридорных картах на те же слабовой броней легче высунуться дать хоть какую-то альфу и хоть чуть-чуть циферок набить чем играть на медленном ст со слабой пушкой поскольку сейчас нужны стэшки которые носятся очень быстро и имеют хоть какой-то там дпм или альфу чтобы реализовывать урон вот и 95 чифтейна нет ничего не пушки вменяемой не скорости у него есть типа какая-то броня которая почти не работает и он по сути занимается ролью тяжа в коридорных картах но выполняет это очень плохо и не может давать большую альфу поскольку ее нет вообще он по сути под рандом не подходит это какой-то старый мертвый танк который игрался бы только там где-то в 2013 в нынешнем рандоме такое вообще не играбельно за пару миллиончиков серебра можно взять какой-нибудь из этих танков уже даже за три или за 4 миллиона серебра я бы лично наверное даже и не брал я уже молчу про настоящий цены которые там будут я думаю вот они очень сильно завышены там будут десятки миллионов серебра сто процентов я бы за такие суммы не брал это полный бред только если у вас серебра настолько много что она для вас вообще не имеет ценности такие танкисты есть у которых там залежи серебра такие что ты купить вот эти танчики это просто пшик и они даже не заметят что там серебра стало меньше только если у вас такая ситуация и этих ведер у вас нету ну тогда можете взять если серебро для вас имеет ценность у вас его мало и выходите танки на которых вы будете играть то это не то в принципе вот и все аукцион очередной раз провальный сто процентов мне вообще не интересен поскольку оба эти танка у меня есть ничего нового интересного для старых игроков нету тут никаких не новинок ничего никакого ожидания быть не может поскольку ожидать нечего но и те кто будет принимать участие я думаю они тоже будут не совсем рады огромной цене за такие ведра пишите свое мнение в комментариях с мб варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока а Продолжение следует... Продолжение следует...